Напряжение 10 кВт. Счет идет на минуты. В роли пострадавшего тренажер Гоша. От удара током его спасают энергетики из Бийска. Соревнования по профессиональному мастерству, которое Алтай Краэнерго проводит среди своих сотрудников, позволяют отработать нештатные ситуации до автоматизма. Рачки не реагируют, пульс отсутствует. Продолжаем реакционные действия. Проверка знаний по охране труда, эксплуатационной документации, средств защиты и не только. Это в конечном итоге влияет на безопасность сотрудников. И все это оценивают судьи. Такие соревнования здесь проводят с 2017 года. Электроматер – это главная наша профессия. У нас здесь 9 филиалов, 57 структурных подразделений. Каждый год новые команды. Нет такого, что команды готовим, и они специально обучены под выступления. Это шлифовка профмастерства, новых технологий, смотреть друг на друга, знакомиться, брать лучшие практики, лучшие опыты и транслировать потом на местах своим коллективом. Что-то новенькое для себя подчеркнули? Подчеркнули. Нашли какие-то свои мелкие доработки, которые будем шлифовать, отрабатывать. Поэтому, в принципе, очень полезно. Спасибо за организацию. Организация на высоте. Кстати, здесь соревнуются и те, кто работает в сфере всего полгода, и те, кто отдал профессии всю жизнь. На сегодняшний день стаж проставляет 37 лет. Надо молодежь постоянно обучать, тренировать и стремиться к повышению уровня образования, мастерства. А вот и те, кто в будущем будет набираться опыта у старших товарищей. К соревнованиям всегда привлекают студентов из разных уголков края. У нас был круглый стол, мы все проговорили. Я пообещал, что мы всех можем трудоустроить. Абсолютно все на территории Алтайского края. Мы нуждаемся в молодых, хороших, умелых, смелых, которые готовы работать руками. Мы повышаем престиж профессии электромонтеров. Волнительный момент. Кто станет лучшим из электромонтеров и уедет на новом бригадном автомобиле. Это главный приз соревнований. Новоалтайские МЭС. Эта бригада получает переходящий кубок. Звание лучшей профессионала Алтай Краэнерго в 2023 году. Вторыми стали электромонтеры Змейногорских МЭС. Замкнули тройку лидеров Рубцовские МЭС. В прошлый год мы также заняли первое место. И хотелось подтвердить, что это не случайность, а закономерность. То есть, что работаем мы не зря, что команды и коллектив у нас очень сильный, сплоченный. Благодаря высокому мастерству сотрудников, правительство региона доверило Алтай Краэнерго восстановление объектов энергетики в подшефном Алтайскому краю в Славино-Сербском районе ЛНР.